Старшему тенку около двух недель, младшему дней восемь. Птенцов из разных выводков сдружило несчастье. Когда в Иркуте поднялась вода, их течением унесло в Ангару, далеко от родимых мест. В искусственной заводе Нижней Набережной малютки нашли друг друга. Сейчас они не разлучны. А по словам орнитолога Игоря Фефилова, дружба не спасет птенцов ни от голода, ни от хищенных птиц. Ангара река холодная, тут корма для них очень мало. И если они не смогут добывать достаточное количество, они, конечно, могут от голода погибнуть здесь. Тем более, что они следят зерцами, никуда не уплывают, им даже и вылезти посушиться особенно негде. Для проведения спасательной операции нам понадобились моторная лодка и сачок. Отлов пернатых поручаем профессионалу, рыбаку Сергею. Однако первые попытки безрезультатные. Испугавшись шума мотора, утята со всех ног бросаются на утек. Наконец, на 15-й минуте погони птенцы сдаются. Первым в сачок попадается старший утенок. Младший за ним, словно боясь потерять друга. Если бы я взяла в руки взрослую утку, то она и щипала бы меня до синяков. А этот утенок, хотя и очень боится, но ведет себя спокойно, не агрессивно. Характер у него, по словам аргитологов, появится через несколько недель, когда у него начнут проклевываться первые перья. Утят согласились приютить в контактном зоопарке Иркутского ботанического сада. Его работник Иван Сизых подготовил отдельный вольер. Здесь диких птиц одомашних. Научат плавать в искусственном водоеме и есть из кормушки. Попробуем покормить их дробленкой. То есть это дробленая пшеница, ячмень. То есть те культуры, которые мелко-мелко дробятся, чтобы животные, птицы могли их принять. Кличек у птенцов еще нет. В контактном зоопарке планируют объявить конкурс на лучшие имена. Наша съемочная группа предложила назвать одного из утят Аиста. Эта идея всем понравилась. Даже петух прокричал троекратное «Ура!». Анастасия Зверькова, Евгений Шарыпов, Александр Дудин. Новости сейчас. Новости сейчас.